А нужна ли печь в облицовке? Эстетический внешний вид, теплоемкость, две закрытые каменки. Плюсов гораздо больше. Это карельский талькохлорид. Как собирается облицовка империя? Добрый день! Сегодня мы поговорим про облицовку империя. Как ее разбирать? Зачем вообще нужны печь в облицовке? Заходя в магазин, мы видим огромное количество великолепного натурального камня. Это карельский талькохлорид. А нужна ли печь в облицовке? Можно сравнить по внешнему виду. Печь в сетке и печь в облицовке. Но здесь облицовка однозначно выигрывает. Можно сравнить по теплоемкости. Вся вот эта вот облицовка, она будет нагреваться и будет продолжать отдавать тепло. Эстетический внешний вид есть, теплоемкость есть, отсутствие инфракрасного излучения. А вот попробуйте вот здесь, на этой облицовке, найти хоть один элемент металлический. Ну, кроме портала, который будет стоять у вас в тене. Вы не увидите его. То есть, это стопроцентная защита от инфракрасного излучения. Еще дополнительным плюсом облицовки Империя, это наличие полноценных двух каменок. Одна каменка, которая находится внутри топки, в которой камни прогреваются до температуры 600 градусов. Другая каменка, которая находится сверху, но тоже окружена камнем. То есть, получается, две закрытые каменки. У этой облицовки есть обалденный натрубный конвектор. Печь будет переходить в дымоход, и это будет смотреться полноценным единым элементом. В сравнении печи сетка и печь атмосферы XL в облицовке Империя, ну, у Империи уже четыре плюса. Плюсов гораздо больше, но существенные для покупателя, потребителя, продавца, дизайнера будут являться А. Внешний вид. Б. Отсутствие видимых металлических элементов. С. Вторая закрытая каменка. Д. Это огромная теплоемкость. Е. Это эстетический внешний вид натурального камня. Представим, что вы приобрели эту печь. Вы счастливый обладатель этой печи, и вам не терпится ее собрать. Вы посмотрели готовый результат. Я сейчас ее быстро разберу и расскажу поэтапно, на что обратить внимание, и как собирается облицовка Империя для печи атмосфера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, а теперь приступим к сборке. Как это все собирается? То есть на чем держится эта каменная облицовка и почему она держит форму? Все камни имеют вот такие вот пропилы. То есть они снабжены вот такими алюминиевыми направляющими. Обязательно. Вот посмотрите, я ее разобрал, и все руки в пыли. Протирайте почаще руки, потому что камень становится очень скользким. И так как облицовка достаточно тяжелая, камни могут выскользнуть. С чего стоит начать? Во-первых, это выставить углы, на которые будет опираться камень. Как сделать это проще? Можете, конечно, померить рулеткой, линейкой, как угодно. Вы визуально ставите уголки. Как не перепутать камни? Камни, которые идут на заднюю стенку, вот эта лицевая сторона в сторону вашу парную, они шире, ну или длиннее. Соответственно, вот эти пропилы, которые на торцах, они встанут вот на эти угловые алюминиевые направляющие. Вы ставите одну направляющую, ставите вторую направляющую, и фактически задняя стенка у вас уже встала на место. Потом вы берете боковую стенку. Обратите внимание, она короче. Потом берем алюминиевую направляющую, устанавливаем в прорези. Две алюминиевые пластинки под номером 1 устанавливаются в паз, и на него уже будет садиться следующий камень. Повторяем процедуру. Красивый камушек. Идет для обрамления портала с лицевой стороны, но чаще всего мы ее и не видим. Если у вас уголок не по центру, либо видно, что камень не встанет, вы всегда его можете сдвинуть и отцентровать так, как вам нужно. Чуть-чуть недостаточно. Все, село на место. Чтобы вот здесь, в стыках между камнями, не образовывались щели, вы всегда можете рукой или резиновой киянкой пододвинуть. Следующим рядом алюминиевые направляющие. Как определяется, на каком камне? Смотрите на вот эти вот выпилы, которые есть на торцах любого камня. Если у вас этот выпил не совпадает с вашим профилем, ну, наверное, тогда камень не встанет на место. Если совпадает, логично, что встанет. Либо мы ее ставим вот сюда, либо мы ее ставим уже другой стороной вот сюда. Вот с этим камнем вы не ошибетесь. У него пропила абсолютно одинаковые. Значит, этот камень на боковую стеночку. С натуральным камнем будьте осторожны. Талькохлорид – это достаточно хрупкий камень. И смотрите, чтобы у вас все базы совпадали. И направляющие входили, ну, с натяжкой, но не ломая структуру камня. То есть молотком металлическим, кувалдой, либо еще чем-то забивать его не нужно. А теперь о минусах. Как всегда, пылу сборки я забыл про самое важное. Это поставить корзину на место. На самом деле, это как бы важный элемент, чтобы вы знали этапы сборки. То есть мы сейчас уберем один камень, поставим корзину и дальше будем собирать. Когда вы будете собирать, важно, чтобы заливная горловина и вот эта вот заливная воронка совпадали по осям. Последним рядом камни будут садиться. Это фактически не камень, это уже рамка. То есть у нее нет вот этих угловых запилов. Вам надо только вот этот вот контур без замковых соединений. Соответственно, направляющая имеет вот такой вот срез, чтобы держать нижний камень, но не держать верхний. Подведем итоги. Облицовка собрана. По времени мы фактически без монтажа это делали, но заняло буквально 10-15 минут. Кто говорит, что это сложно, не верьте. Прямые руки, большое желание париться и понимание прекрасного помогут вам в сборке печи атмосфера. От вас обязательно лайк, вопрос, комментарий и подписаться на все социальные сети. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok